Парламентская ассамблея Совета Европы требует расследования нарушений на выборах в Украине. После отчета спецкомитета ПАСЭ считает, что необходимо наказать виновных за все правонарушения во время волеизъявления в нашей стране. В ассамблее отметили, что к голосованию Украина подготовилась хорошо. Другой вопрос – подсчет голосов. Кроме того, ПАСЭ требует расследовать инциденты по применению админресурса и подозрительного формирования кружкомов. В который раз обратили внимание на отсутствие в избирательных списках заключенных оппозиционеров Юрия Луценко и Юлии Тимошенко. И теперь к событиям местным. Осень 2012 имеет шанс запомниться украинцам не только очередными выборами, но и повышением уровня гражданской сознательности и, как следствие, активности. Если изначально предприниматели рынка привоз боролись за свои права в одиночку, то в последнее время к протестным акциям присоединяется все больше одесситов. Объединяет их всех одно – желание добиться справедливости в условиях ее тотального отсутствия. Сегодня возле здания апелляционного суда, в Одесской области, вновь было неспокойно. Почему – выясняла наша съемочная группа. Общественники города и области вышли на очередной митинг протеста. Инициатор акции – штаб предпринимателей рынков Одесской области. Сегодня к предпринимателям присоединились представители различных общественных организаций и просто одесситы. Суть митинга проста – это протест против коррупции в судебной ветве власти. Цель же акции – в освещении самых темных уголков государственной машины. Все боятся одного. Все боятся гласности. Когда мы выходим и говорим об этом, поверьте, совершенно по-другому они себя чувствуют. И судьи, и прокуроры, и городской голова будет, наверное, тоже неуютно себя чувствовать, когда увидят сегодняшнее мероприятие, что он тоже замешан, что из-за его решений, которые принимает он и городской совет, люди выходят на улицы. А люди действительно вышли. Вот, например, Людмила Павловна еще в 2004-м лишилась квартиры. Умирал сын, нужны были деньги. Думала, что берет кредит под залог жилья. Что подписала на самом деле, так и не поняла. Но квартиру у нее отсудили быстро. Я присоединяюсь к акции, потому что я, начиная с 2004 года, я страдаю именно из-за коррупционных судей, которые в одну неделю, буквально с первого заседания, отобрали у меня квартиру. О Михаиле Бассе наши зрители уже слышали. Мужчина успел побывать и в роли потерпевшего, два огнестрельных ранения, и в роли обличителя. Помог СБУ взять на горячем одного из одесских судей, а теперь и в роли подсудимого. Меня и арестовали. Только за то, что я помог службе безопасности обезвредить беспредел в Суворовском суде. Был взят судья, был взят его обслуживающий адвокат. Я вам скажу, если бы не было общественности, если бы не было общественной резонансы, сгнил бы, убили, что хотели бы делали. Я благодарю всех, кто приходит, и прошу всех, объединяйтесь. Амир тоже пришел поддержать акцию. В начале ноября, после известных событий, на мылке промрынка «Седьмой километр» юношу забрали в отделение милиции, а затем отвезли в Авидеопольский суд. Судья отказался выслушать свидетелей, не пригласил их в суд, отказался принять аудиозапись, видеозаписи, происшедшего в этот день, вынес решение, которое юрист сказал, что оно вынесло абсолютно неправомерно, основывалось только на протоколе милиции. Решение соответствует полностью тому, что оно присутствует на протоколе милиции, то есть, соответственно, что милиция сказала, то суд и вынес. Народ уже настолько не может терпеть беззаконие, что митингующих становится все больше и больше. Каждому хочется высказать свою боль и поделиться надеждами на правовое будущее Украины. Где эта правда? Ее нету. Сейчас уже пятый день после суда. Решение не дают. Еще неизвестно, когда дадут это решение. У меня забрали квартиру, и я теперь на улице делаю, и вот 9 лет мне присылают только отписки. Чтобы судебная власть судила справедливо, без каких-то указаний, и чтобы все было честно. Объединиться в одно целое и победить все преступные действия со стороны правоохранительных органов, со стороны судебной системы, со стороны всех силовых структур. Справедливость восторжествует, считают инициаторы акции, только в том случае, если в Украине начнет действовать институт, уполномоченного по защите прав человека. Пока что буква закона, если и находится на стороне граждан, то по всей вероятности лишь определенных слоев населения. Активисты акции, предприниматели привоза, убеждаются в этом уже не в первый раз. Благодаря решениям судов нас просто лишают нашей коммунальной собственности. Если раньше нас грабили и воровали на улицах, то сегодня нас воруют, нашу коммунальную собственность, это наша собственность личная, там в каждом объекте коммунальной собственности находится наша частица личная. Сегодня нас воруют благодаря решениям судов. Виктория Ясинская, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. Бездействие ГАИ на одесских дорогах приводит в ступор, а действия стражей порядка в ужас. Такой вывод сделали одесские общественники относительно работы местной госавтоинспекции в ходе круглого стола, получившего название «Действие и бездействие ГАИ на дорогах Одессы». Количество аварийных ситуаций ДТП растет, размеры взяток тоже не уменьшаются, перспективы радужными не назовешь. Впрочем, обвинять в коррупции на дорогах одних лишь гаишников нельзя, уверен Анатолий Кришта, представитель организации Ассоциации ветеранов МВД Украины. По его словам, чтобы привести движение в соответствии с европейскими стандартами, нужно выставить по милиционеру практически на каждом повороте. Пока же нарушителям выгоднее дать взятку. Спрос рождает предложение. Безусловно, расставить все точки над «и» могли бы представители самой госавтоинспекции, но их, увы, на заседании не было, хотя приглашение в их адрес поступало. Быть может, в другой раз. Одесская железная дорога намерена уволить 10% персонала. Это примерно 500 человек. Такая информация появилась вчера на интернет-сайте «Думская». Как объяснил источник Укрзалезницы, увольнения станут следствием так называемой структурной реорганизации железнодорожного транспорта страны. Работники этого вида транспорта считают, что реализация упомянутой программы в дальнейшем приведет к ряду негативных последствий, поскольку ухудшит финансовое состояние Укрзалезницы, приведет к дальнейшей деградации инфраструктурного комплекса и неспособности железнодорожного транспорта перевезти все грузы, предъявленные к перевозке. Железнодорожный транспорт будет перевозить сколько сможет, а не сколько нужно экономике. На 16 часов сегодняшнего дня возле управления Одесской железной дороги на привокзальной площади была назначена акция протеста против увольнения персонала. Наша съемочная группа находится в эпицентре события. Сейчас в прямом эфире мы узнаем у Инны Квасивки, что же там происходит. Инна, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Мы находимся возле управления железной дороги. Сегодня здесь собралось несколько представителей нескольких общественных организаций. Они протестуют против реформирования Укрзалезницы. На их плакатах можно прочесть нет увольнения рабочих, нет подорожания у проезда и многое другое. Рядом со мной находится депутат Одесского областного совета Алексей Албу. Это один из организаторов. Алексей, против чего именно вы протестуете? Сегодня мы протестуем против того, что под видом реформирования железной дороги украинские капиталисты хотят фактически продать это предприятие. Хотят разделить на два сектора. Один сектор, который занимается пассажироперевозками, как вы знаете, он является убыточным и находится на дотации. Они хотят оставить в государственной собственности. А тот сектор, который занимается грузоперевозками, они хотят его просто приватизировать. И вот под видом этой реструктуризации они вот продвигают такие идеи. В данный момент мы собрались здесь для того, чтобы выразить протест этим намерением. Я хочу подчеркнуть, что сегодня это является только частью общей кампании, которая происходит в Украине. 10 декабря будет всеукраинская акция протеста против реструктуризации и приватизации Укрзалезницы. А в данный момент мы также протестуем против сокращения 10% рабочих, которые работают в Одесской дирекции Одесской железной дороги. Насколько я знаю, вы подготовили письменное обращение к руководству Укрзалезницы в Одессе, так? Да, так. Оно находится у меня. Это все есть. Мы сейчас уже эти требования озвучили. Будем заносить в канцелярию и регистрировать. Какие ваши дальнейшие действия? Что после этого пикета произойдет? Наша главная задача создать общественный резонанс. Потому что если люди не будут молчать, если люди скажут свое «нет», мы сможем что-то изменить. Потому что у политической верхушки элиты есть желание приватизировать, раздеребанить Укрзалезницы. Мы должны этому противостоять. Спасибо. Студия. Инна, возникает вопрос, почему так малочисленный пикет, если эта проблема такая серьезная? Спасибо, Ирина. Но вот нам поступил вопрос, почему, собственно, так мало людей, если проблема настолько серьезная. Действительно, ведь людей не так уж и много. Собралось, ну, скажем так, десяток людей, представляющих разные общественные организации, но их действительно не так уж и много. Все дело в том, что сегодня сотрудники Одесской железной дороги находятся под постоянным давлением, моральным прежде всего, под страхом увольнения. И сегодня мы общаемся с очень большим количеством персонала. Мы ведем работу по созданию независимых профсоюзных организаций. Однако люди боятся сегодня выходить на такие акции протеста, потому что сразу же попадут в это число 10% уволенных. Сегодня акция проходит силами нескольких левых организаций, таких как Бородьба, Левая оппозиция, Аркас и Колокол. И сегодня здесь представители только одесских левых. Но 10 декабря мы увидим большие протестные акции по всей Украине. Спасибо. Студия. Хотелось бы еще поинтересоваться, кто-то ли из руководства предприятия Украинского залезницы уже отреагировал, или же это не входит в планы митингующих, и они планируют сами зайти и пообщаться. Может быть, кто-то вышел, кто-то как-то... Какая-то реакция последовала? Да, спасибо за вопрос. Скажите, последовала ли какая-то реакция? Кто-то проходил, нет? Потому что за то время, что мы здесь находимся, в общем-то, никто не подходил к протестующим. Кто-то... Может быть, мы что-то не учли? Может быть, мы что-то пропустили? Кто-то к вам выходил? Нет, действительно, к нам никто не выходил, но нас это не смущает. Мы зайдем сами и дадим наши требования. Нас не остановит то, что никто не вышел. Спасибо, Инна. Спасибо, Инна. Это была наш корреспондент Инна Квасивко. Мы напомним, что она следит за пикетом у здания Укрзалезнити. Там ситуация связана с увольнением сотрудников, с возможным увольнением сотрудников. Как будут развиваться события, посмотрим дальше, а пока к другим событиям. Одесса готовится к Новому году. Сегодня на Думской площади прошло шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей. За этим тоже наблюдала наш корреспондент Инна Квасивко. За месяц до Нового года одесситы перевоплотились в сказочных персонажей. Около полусотни барабанщиков, Снегурок, Дедов Морозов и других персонажей вышли на улицы города для того, чтобы передать остальным самое сказочное новогоднее настроение. А теперь пообщаемся с теми, кто решил почувствовать, каково это быть Дедами Морозами, Снегурками, Нечистью и другими интересными персонажами. Скажите, почему перевоплотились в Деда Мороза? Перевоплотился, потому что я хочу дарить людям тепло. Ведь впереди зимние праздники, Новый год, Рождество, и людям должно сердце хоть чуть-чуть тепла быть. Поэтому мы делаем это. А что это у нас за Нечисть, девушка? Я, такая у меня роль интересная, я чертик. Тоже даю людям какую-то доброту, но они не знают, чувствуют ли они это или нет. Я просто хочу, чтобы появилась улыбка на их лицах. Вместе с чертиком, Снегуркой, вернее, вместе с чертиком, Дедом Морозом, украинскими персонажами, как же еще и Снегурка, как без нее? Почему вы сегодня здесь, скажите? С Дедом Морозом успели подружиться, перевоплощаясь в этот образ? Ну, конечно, я с ним хорошо подружилась. Мы хотим подарить добру, ласку, чтобы люди улыбались, увидев нас всех. Какова реакция людей? Я думаю, они рады нас видеть, ведь впереди праздники новогодние. Ну, вместе с воспитанниками 26-го училища поздравляем с предшествующим Новым Годом всех одесситов и мы. Мы желаем всем хорошего настроения. К этому часу у нас все. Прогноз синоптиков завершит выпуск, мы увидимся в 19. Оставайтесь с нами. Прогноз погоди можливий короткочасний дощ. Вітер південних напрямків 3-5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів фортутного стовпа. Вологість повітря 83 відсотки. Температура повітря вночі 8-10. В день 12-14 градусів Страховая компанія ТЕКОМ Страховая компанія ТЕКОМ Поступай ТЕКОМ 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 Продолжение следует...